Среди бела дня в Затоне рембазы флота загорелся буксировочный катер, находившийся на зимнем отстое у территории местного яхт-клуба. Пламя появилось в машинном отделении небольшого речного судна «Север», стоящего тут с окончания навигации. Незадолго до возгорания в отсек вмершего в лед катера спустился механик, чтобы провести плановый осмотр двигателя и вспомогательных механизмов. Специалист искал недочеты, которые нужно было исправить во время зимы перед следующим сезоном. Выполнить свою работу мужчина не смог. По его словам, как только он включил освещение в трюме, произошло короткое замыкание. Бортовая проводка вспыхнула, пламя стало распространяться по проводам, моментально заполнив отсек тяжелым едким дымом. Механик успел быстро выбраться из отсека, не рискнув бороться с пожаром из-за опасности надышаться продуктами горения и потерять сознание внутри стальной посудины. Единственное, что пострадала рабочая одежда мужчины, подгоревшая в нижней части утепленного костюма. Пожарные расчеты примчались к месту вызова по повышенному номеру. Но, разобравшись с масштабами, ЧП дали отбой подъезжающим коллегам из других частей. На судне не оказалось топлива. Угрозы распространения пламени по стоянке тоже. В итоге с пожаром в машинном отделении справились два расчета. Огонь был остановлен силами семи брандмейстеров. До судна пришлось проложить брезентовую магистраль, поскольку выезд тяжелой пожарной машины на лед грозил аварии другого рода. Пожар был локализован через 20 минут. Еще через четверть часа последовал доклад о ликвидации. Из машинного отделения вытащили обгоревшие инструменты и ветошь. Бочки для ГСМ, стоящие на палубе, были пустыми. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Соседний речной толкач повреждений не получил. По словам мужчины, он еще два года назад говорил о необходимости замены проводки на судне. Катер был спущен на воду еще в 1984 году и находился в собственности Амурского пароходства. В последнее время судно эксплуатирует местная рыбопромышленная компания. С места происшествия Константин Ковешников и Андрей Алферов.